В предстоящие выходные христиане отметят главный православный праздник – Пасху. Светлое воскресенье принято встречать в церкви. Там христиане освящают пасхальную снедь и участвуют в торжественной литургии. Все 11 регулиозных объектов Сургута осмотрели сотрудники силовых ведомств. Специалисты проверили камеры видеонаблюдения, противопожарные системы и установили рамки металлодетекторов. В священную ночь на каждом объекте будут присутствовать полицейские и члены народной дружины. Сообщает администрация города. В преддверии проведения праздничных мероприятий администрацией города совместно с Росгвардией, СМВД России по городу Сургуту проработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в праздничные дни. Для безопасности наших граждан при посещении будут проводиться досметровые мероприятия. То есть контрольно-пропускной режим будут обеспечиваться путем выставления металлодетекторных рамок, дополнительного периметрального ограждения, ну и также привлечения сотрудников охраны, сотрудников Росгвардии, ОМВД Сургута и членов добровольных народных дружин. В субботу, сразу после божественной литургии, это ближе к 12 часам дня, начинается освящение пасхальной снеги. И практически во все храмы города Сургута освящение будет идти до вечерней службы, ну примерно, скажем так, ориентируемся до 8 вечера. После 8 вечера уже чтение во всех храмах книги Деяния Апостольских, священство готовится к ночной службе, и в полдвенадцатого вечера начинается чтение полуночницы и сама пасхальная служба. Само Христово воскресенье начнется с божественной утренней литургии. После нее с 8 часов утра и до 4 дня пройдет освящение пасхальной снеги, куда верующие христиане несут яйца, куличи и творожные пасхи. Подробный план мероприятий размещен в нашем телеграм-канале ОМЕДИА. Перейти на него можно по QR-коду на экране. Помимо традиционных служб, в соборах Сургута ожидает и прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима. Его планируется доставить в один из храмов около 16.00.